Послушайте, мне исполнилось в этом году 70 лет, так что, к сожалению, я понимаю, что это выражение сочувствия, хотя вы этого не понимаете, что это много 70 лет. Я не знал, зачем со мной это произошло с другими, я понимаю, но со мной, зачем. У меня есть что планы, есть что надежды, а уже надо медленно приближаться к пенсии. И знаете, это такой хороший момент, чтобы задуматься в конце моей карьеры, над началом вашей карьеры, к чему вы хотите стремиться, к чему вы идете. Конечно, никто этого до конца не знает, но если вы планируете, вам надо подумать, к чему вы хотите дойти, когда вам будет 70 лет. Я с этой заботой, с этой мыслью с вами сегодня встречаюсь. Мое желание было всегда нравиться тем, которые мне нравятся, которые высоко ставят свои требования. И мне хотелось нравиться интеллигенции, профессорам, образованным людям или необразованным людям, которые сознательно ищут своего места в жизни. Такие люди есть. И они для меня были важны. А я не думал о том, чтобы развлекать массу, чтобы развлекать толпу. Кому вы хотите нравиться и за что вы хотите нравиться? Пока вы сами себе не ответите на этот вопрос, ваше развитие не будет прямой линии, будет такой зигзаг. Это помогает, когда человек почувствует, что он хочет. И кому он хочет нравиться, и чем он хочет повлиять на человека. Да, вы себе поставите линию, которую вы не пересекаете. Ниже определенного уровня я не схожу. Но если работа достойна, даже если она мне не по дороге, если я не то хотел делать, я буду это делать, потому что не забывайте, я здесь скажу очень неприятные слова, вы все готовите к безработе. Безработе это нормальное состояние художника. Работа это благо, это исключение, это ненормально. Никто на нас не ждет, нас не ждет. Никто нас не приглашал, чтобы мы были художниками. Нас приглашали, чтобы мы были врачами, юристами и всеми остальными. А мы сами захотели быть художниками. И поэтому надо принимать работу как благо, но не любую работу. Но если вам предлагают снять порнографическую картину, но если вам это необходимо, боже мой, я не буду вас за это судить, но я бы не хотел с вами потом общаться. А потом есть и другие, есть и пропагандистические картины, есть картины по политическому заказу, которые не совпадают с вашим мнением. Согласны вы это сделать или не согласны? Вот рекламу делается анонимно вообще, не подписывайте. Но вам в совести останется, что вы сделали. От рекламных роликов теряется вкус. Люди, которые снимают 2-3 ролики, могут даже развиваться, потому что это учеба. Но если снимают их десятки, уже потом у них такая грубая рука. А так как у, знаете, человека, который изучает играть на рояле, если он много играет по ресторанам, по кафе, потом слышно уже, что у него уже нет чувствительности, он уже играет как робот. Потому что как иначе играть в гостинице, в голе или в кафетерии. Так что, знаете, в том смысле, надо и отказываться, и не отказываться. И в том есть противоречие, и в том есть трудность выбора. Что вы решаете, какой ваш путь, какой ваш стиль, как высоко вы меряете, и какие возможности объективно у вас есть. Вы знаете, мы часто хотим что-то сказать публике. Но мы тоже даем интервью. И, знаете, оказывается, что мы даем интервью, и в интервью говорим то, что хотели сказать в картине. Но, значит, если можно было это сказать в интервью, то не надо было делать картины. Искусство – это язык как будто высшего уровня. И для искусства, если мы пользуемся искусством, значит, мы хотим передать то, чего другим способом передать невозможно. А если возможно, если можете кому-то посылать смс и передать какую-то мудрость, так уже не стоит делать картины. Потому что это дешевле – посылать смс. А основа рассказа – это всегда, как в грешеские времена, это конфликт. Если у нас есть напряжение и выбор, и действие может пойти в одном направлении или в другом, тогда есть основа для рассказа. Я очень часто вижу картины, в которых есть настроение, а нет напряжения. Настроение – это фон. Но на фоне определенных настроений что-то должно проходить. Можно самому учиться. Но очень трудно. Легче все-таки это сокращает путь, если вы это делаете в УЗИ. Но он вам ничего не обеспечает. Вы понимаете прекрасно, что в отличие от любого УЗА, где вас учат математики, физики, химии, и вам что-то обещают, там есть гарантия, что вы образованы. Здесь такой гарантии нет. Вы можете пройти, получить диплом и ничего не научиться. И будет это бесполезно. Но не забывайте, вы художник любого характера, сценарист, режиссер, продюсер, он в отличие от инженера и врача, он сам отвечает за свое образование. Это не ВУЗ. Потому что любому художнику нужно другое образование. Вы получаете что-то такого стандартного, а до этого надо добавить много вещей, которым вам придется учиться самым. Найдете ваш путь, тогда хорошо. Не найдете сами себе виноваты. Потому что вам здесь полной учебы такой ВУЗ не обеспечает. Нет такого ВУЗа в мире, который бы был приготовлен на меру ваших ожиданий. Вы требуете чего-то, чего тот ВУЗ вам не дадит никогда. Где-то в 80-е годы, трудные годы, когда у нас было военное положение в Польше, я был за границей, пригласили меня в Америку, далеко там, Оклахома. Я им там объясняю мои мысли о духовном размере кинематографа. Потом приходят вопросы не так, как у вас. Только простый вопрос. А почему вы не делаете нормальных картин по-английски, только на каких-то других языках? Я им долго объясняю, что существуют другие нации, что есть другие языка, а то в Оклахоме само по себе не ясно. А второй вопрос. Но все-таки почему вы не делаете картин по-английски, вы владеете английским, почему делаете картины на польском, на английском, на французском и других? Я уехал и подумал, ну вот это была хаутура. Прошло 20 лет. И я где-то в студиях в Лондоне, там озвучал мою картину, встречаю человека, он подошел ко мне и сказал, а вы случайно не занусь, вы не были в Оклахоме? Я сказал, был. А вот видите, вы повлияли на мою жизнь. Я сын пастора. Мой отец всегда не объяснял, что кино – это грешное занятие. Меня очень тянуло. Вы сказали про духовном пространстве, я вам поверил. И он сейчас в Голливуде делает совсем неплохие картины. У него сметы гораздо более сильнее, чем у меня. Знаете, и оказывается, что это не была хаутура. Я этого не знал. Но там кому это пригодилось, моя встреча? А откуда мне это знать? Мог его не встретить, я бы не знал до сих пор. Готовлю картину о преследованиях мужчин, женщинами. Но среди моих коллег есть так выдающиеся женщины, они имеют другие ходы. И я это наблюдаю с огромным интересом. И им труднее, потому что им надо творить как будто образцы, которых для мужчин есть огромный выбор. Знаете, есть разные типы режиссеров. Вы знаете, можете идти более авторитарным ходом, более таким мягким ходом. Есть разные примеры. У женщин просто примеров меньше. Но я знаю женщин тоже, которые с железной рукой. Я знаю женщин, которые со слезами умеют добиться своего. Есть разные ходы. Но в документальном кино я часто вижу, что женщины достигают того, чего мужчина не достигнет. И как продюсер я часто ищу женщины, видя, что сюжет такой тенкий, что только женщина возьмет интервью как надо и добьется чего-то. А мужчина войдет сразу в такое соперничество с героем и уже ничего с этого не будет. В полнометражных картинах я вижу разницу. Очень часто мои студентки, они как будто по природе, потому что природа мужчин и женщин сильно отличается и должна отличаться. Иначе не будет между нами напряжения, детей не будет и вообще будет не счастье. Так что должны мы быть разными. И женщины часто более чувствуют то, что здесь и сейчас. А мужчины очень легко забывают, живут в своих... Ну, знаете, если дети мерзнет на площадке, как принцип, женщина скажет, хватит этих съемок, могу смонтировать без крупного плана. А мужчина скажет, ну, что полежит три дня в постели и будет здоровым, а мне этот крупный план нужен. Это тоже есть другое мышление. Но это мелкие замечания. Вообще возможности для женщин огромные. Они должны делать картины по-другому, не так, как мужчины. И тогда они самые интересные. Но сколько великолепных режиссеров, женщин я знаю лично и дружусь. Моя бывшая студентка, которой я горжусь, Агнешка Холланд. И в Голливуде снимала, и в Польше сейчас снимает. Маргарита фон Тротта. Она у меня снимается как актриса. Великолепный режиссер. Лильяна Кавани. Сильный, хороший режиссер. Анис Варда. Она на 10 лет старше меня и сейчас сняла тоже картину. Немножко похоже на то, что я снял. Тоже так посмотрели на нашу жизнь. И, знаете, число удачных женщин. Шепитко, какие интересные картины делают. Нана Джорджадзе. Какой интересный режиссер. Но видите, какой долгий список выдающихся женщин-режиссеров. Как не смешно, есть не так много плохих женщин-режиссеров. Они тогда пропадают. Мужчины тянут, делают долго плохие картины, а женщины бросают это. И, может быть, это здорово. За одной стороны, мы знаем, что так называемые творческие продюсеры, креатив продюсеры, это особенно приходит из Америки. И как режиссер, я часто не выношу тех продюсеров, которые не имеют отваги сами снять картину, нанимают режиссера, а потом говорят ему все, что им надо делать. А если провал, говорит режиссер нехороший. Есть такие. Но есть и пространство творчества серьезное, с которого я не буду издеваться. Знаете, если кто-то умеет понять, что тот сюжет с этим режиссером, с этим актером, если возьмем вместе, с такой сметой, это будет правильное решение. А тот же самый сюжет с другим сценаристом, с другим режиссером, с другим актером, с другой сметой может быть провалом. Это очень интересно, если человек умеет почувствовать природу проекта. И я пользуюсь такой метафорой, которую я вам повторю, что это продюсер. Знаете, история Европы, значит человечество, пошла в определенном направлении после такой великой победы английской, британской флоты над испанской армадой, испанской флотой. Это было огромное решение, если бы этого не было, Соединенные Штаты сейчас были бы, все говорили бы по-испански. И знаете, там ошибка, почему армада проиграла. Это одна из гипотез, что пули, которые испанцы приготовили, не точно совпадали с канонами, с пушками, с которых они стреляли. Пули были немножко поменьше или побольше, или не входили в пушку, или слишком легко улетали, летели недалеко. Это просто сказать, что маленькая разница, полмиллиметра, пуля и пушка не совпадали, и поэтому история чьего-вечества пошла в другом направлении. Что делает продюсер? Это человек, который находит пулю, обосматривает, какая, каких она размеров, понимает это и ищет пушки. Найдет правильную пушку, эта пуля выстрелит, полетит далеко. Найдет неправильную пушку и ничего не будет. Или пушка сорвется, или пуля никогда не долетит. Так что подумайте, ваша идея найти характер этой пули, какой пушки она требует и стреляйте. И я так думаю, как вы сейчас начинаете свой путь. И режиссеры, и журналисты, и монтажеры, и все остальные. Вам надо подумать, кому вы хотите нравиться и за что вы хотите нравиться. Есть артисты, которым, особенно сейчас, то, я не знаю, как на русском говорится, celebrities. Целебриты, я там, безусловно, есть какое-то новое слово. Это часто люди, которых достижения никто не помнит. Только мы их всех видим на обложках разных газет и магазинов. Ну вот, этот человек, который добился известности, а на самом деле ничего не добился. Только что его узнают на улице. А потом, за что его любить, если нет никаких важных, важных произведений, на которых основана его известность. Это в современном мире возможно, это недолго тянется, но бывают и такие люди. Бывают люди, которые оставили след в душе публики. И есть люди, которые прошли, которых сразу забудут. Нас всех забудут, конечно, это тоже есть природа нашей жизни. К сожалению, знаете, наша жизнь продолжается. Раньше люди умирали рано. Сейчас мы живем долго и почти все доживаем момента, когда уже никто не помнит нашей работы, а мы еще живы. Это новость. Раньше так не бывало, мы умирали вовремя и имели иллюзию, что еще люди нас помнят. Ну, я помню анекдот про дом пожилых актеров, когда так такой однажды великий красавец сейчас в доме пожилых актеров приходит молодая женщина и тот же к ней так обращается, а вы знаете, кто я? А она говорит, нет, извините, я не знаю, но если спрашите в рецепте, они вам скажут, кто вы, потому что склероз тоже приходит с возрастом. И это бывает. Но склероз тоже касается вообще искусства и культуры. И бывает, что самое высокое искусство иногда попадает в склероз. Это правда. Но с другой стороны, то, что называем популярной культурой, значит, мы подъездиваясь, называем эту прямо, говорим высокая культура и не имеем адваги сказать, что та, которая не высокая, это низкая культура, называем это популярная культура, вы называете это попса. Но я уверен глубоко, что для развитого человека попса имеет такой отравительный элемент, что в ней есть определенная токсичность. Но это мое мнение, люди в большинстве со мной не будут согласны, но я думаю, что человек должен всегда мерить высоко. Самое важное найти ход, как выжать с любого человека все то, что он умеет, а не всегда имеет силу или желание вам это передать. Это ваша роль. Профессор будет таким, какими будут его требования его студентов. Если вы ничего от него не хотите и ничего не получите, а если он чего-то от вас хочет, это его добрая воля, но он не обязан. Он все-таки реагирует. Инициатива всегда студентов. Я сам это чувствую, если меня студенты слушают и чего от меня хотят, я тогда хочу выйти им напротив. А если я прихожу и они уже думают, когда кончится эта встреча, тогда и мне хочется уже идти дома и тогда ничего не происходит. Так что не забывайте, этот протест абсолютно в двух направлениях. Вы выходите напротив своего профессора и надо с него выжать, как раньше капиталисты, знаете, с лимона выжать, все. А он должен сошедшаться, чтобы сразу всего с него не выжили. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова